А в купе сидела женщина, которая меня узнала, и она сказала, «О, здравствуйте, я вас читаю, но не люблю». Меня писали там, мне что такое не писали в комментариях, «Сгори в аду, это вообще самое мило». А почем подсолнечное масло там, пятерочки? Ты что, не знаешь, акция? Я тебе покупала. Я тебе старалась, я тут напомадилась, щеки насвеколила, я тебе сделала селфи, где мои лайки, где мои лайки, понимаешь? Да нет, между нами все кончено, я просто... Будешь выходить, плюнуть тебе в спину, а так все нормально. Сегодня в «Гда-Гда, господа» Ольга Савельева. Популярный писатель и блогер, мотивирующий спикер. Основные темы ее выступлений и книг – семья, дети, юмор, счастье и саморазвитие. Автор пяти книг, ставших бестселлерами. «Апельсинки», «Попучица», «Два сапога», «Ну, мам» лучше. Ее стендапы увидели 100 городов. Первая «Магастроль», она была два года назад, потому что фактически вот у меня пятая книга выходит, и всего пять лет я этим занимаюсь. И ездить пришлось именно, когда появились книги, их нужно было как-то приезжать к людям. Люди любят смотреть на авторов. То есть тогда, по сути, им не нужны книги, им нужны эмоции. Они смотрят на автора и думают, прикольно это. А книга вообще не умирающий жанр? Я так думала, когда пришла издательство, я говорю, давайте издавать книги, и я думаю, блин, кто сейчас читает книги? Не, ну, читают книги, но все в электронном виде. А тут же речь шла прям об издательстве, о том, что ваша книга в библиотеке, там все-все. И я прямо спрашиваю у редактора, который мой будущий любимый редактор, я говорю, серьезно, кто-то еще читает книги? И для нее, я ее оскорбила этим. Она говорит, в смысле? Столько людей читает, как сейчас я понимаю, что да, вот все-таки вот этот жанр, когда ты берешь в руки, и вот ты ее трогаешь, ты ее нюхаешь, типографской краской пахнет. Для многих людей это важнее, потому что блока, это все равно, это все равно другое, это все равно, это инфопоток. Это ты вот вошел, и ты читаешь, что это новости, что-то случилось у кого-то, ребенок, кто-то в ресторане, кто-то вылетает в аэропорт. А книга, это вот как тихая гавань такая, ты взял, и ты отдыхаешь, и ты дрейфуешь на волнах. Ты покрышаешься. Да, не умирает она. Судя по продажам, нет. А сильно стала богатой ты после книг? Я люблю рассказывать это, потому что я не понимаю, почему принято скрывать, да, то есть я сразу говорю, что, ребят, если вы хотите книгу, вы должны понимать, на этом очень сложно заработать. Ну, правда, мое ройлти, ройлти, это то, сколько получает автор с каждой книги, составляет 13 рублей, ребят, 13. А 13, а книг сколько, сколько? Ну, да, это другой вопрос. Сейчас мои тиражи уже приближают, скоро мы продадим 100 тысяч экземпляров, и самое интересное, что, когда 100 тысяч экземпляров будет продано, мне подарят торт. Мне обещали торт, я хочу торт. Какая-то такая нелепая мотивация. В смысле, не надо нивелировать мою мотивацию? Ну, на самом деле, если вообще без смеха, то есть для начинающего автора обычно сдают тысячи экземпляров, и это прям нормально. Если удастся продать тысячу экземпляров, то значит ты прям огонь, потому что значит, что тебя читают, покупают. Просто мы живем в век бесплатного качественного контента, сейчас все что угодно можно получить бесплатно. Можно в любой соцсети сформировать такую ленту, где ты будешь там и интеллектуальная, и интересная, и красивая, и там наглядная, и все. Чтобы человек читал, читал и думал, слушай, нормально баба пишет, пойду-ка я в книжной, куплю ее книгу за 300 рублей. Это, знаешь, ого-го. Я тоже мама работающая, все мамы работающие, но я прям мама работающая, и уезжающая, и по ночам работающая. Мне кажется, что в какой-то момент я чувствую себя виноватой. Вот прям какой-то виноватой, что я не додаю внимания. Вот как у тебя с этим? Я хочу сказать одно, абсолютно нормально думать, это прям нормально, собственно, каждой маме. Каждая мама проходит иногда кризис, что я недостаточно хорошая мать для своего ребенка. Потому что у тебя есть установка, что хорошая мать, это которая 24 часа в сутки с ребенком, она варит бракаля, она кормит, она стирает колготки, она вот это все. Это установка, серьезно. Хорошая мать, это счастливая мать. Главное, чему можно научить своего ребенка, быть счастливым. Это главный вообще паттерн, которому нужно научить. Поэтому для этого нужно для начала научиться быть счастливой самой. Как я решаю проблему вот этого кризиса? Очень просто. Если вы, в принципе, думаете о том, хорошая ли вы мать, вы хорошая мать. Все, все, закрою. Обалденный рецепт. Ну так и есть, потому что ты задумываешь, ты уже в этом... Если ты прям правда, чувство вины сильнее, чем желание самореализовываться, ну, конечно, ты возьмешь отпуск или уволишься с работы, или найдешь другую работу удаленную, там что-то еще, и будешь с ребенком. Но ты же сейчас понимаешь, ребенок видит счастливую маму, пусть он видит ее не 24 часа в сутки, но он видит счастливую, вдохновленную маму. И ему хочется быть как мама, ему хочется. А если бы ты сидела дома, никак не реализованная, ты была бы несчастна, ты бы срывалась на мужа, на детей, на все, ты бы варила этот борщ, ненавидела бы эту кастрюлю. Как ты думаешь, ребенок прям бы хотел к такой маме, чтобы приходил мамочкой, что я, уроки сделал? Ну нет, конечно. Потому что он учится счастью, он смотрит на тебя, ему хочется, он наверняка гордится, он расскажет, мне мама, у меня мама звезда. Ну это классно. И он и в этот момент, он же этому учится, он впитывает у тебя флюиды счастья. А иначе бы он впитывал флюиды неудовлетворенности. Ну нет, если бы сидение дома делает тебя счастливой, мы не об этом говорим, мы же говорим о том, что ты там, где ты хочешь, ты творческая, ты работаешь, тебе здесь хорошо, ты туда, ты сюда. Понимаешь, если тебя замуровать дома, да ты через третьи сутки в окно уже будешь поглядывать. Для моих детей моя профессия блогер, ну младшие три, она не очень понимает, она из моих книжек делает табуреточки для кукол. Поэтому пока я не могу, я объясню, что это очень ценная вещь. А старший, я когда пишу посты, то есть он что-нибудь выдаст там забавное прям, и я с ним говорю, да, не подари мне этот сюжет. Он такой, хорошо, пиши. Я напишу, он такой вот написала, я говорю, да, сколько лайков. То есть это прям лайки-лаки. Да, вот такой, да. Ну и плюс его одноклассники прочитали мои книги, и он однажды, да, я этим очень горжусь, потому что детей не обмануть. Детей, понимаешь, вот я не знаю ни одного ребенка, который прибежал после школы и говорит, мам, дай томик тютчево. Прям очень хочется почитать. Не потому что что-то не так с тютчевым. Просто мы про разное, да, то есть как бы поэзия Серебряного века, да не нужно дорасти, вот прям захотеть и вот в нее окунуться. Во втором классе или в 10 лет, ну серьезно, хочется чего-то понятного. Мои книги, они чем отличаются? Я очень рубли напишу, очень понятно, подлежащие, сказуемые, депричастные, оборот, все. И детям понятно, и они прочли. Сейчас бы вам напомнила русский язык. Да, да, да. Ну так как это было? Ну так как это было такое. Ну все, и потом, соответственно, мой сын пришел и сказал, ну ладно, давай мне твою книгу, по ходу дела мне придется ее тоже прочитать. Я дала, и он читал, и на самом деле это такое удивительное чувство, когда твой ребенок читает твоего ребенка, потому что книги это тоже дети. Вот, и я потом спрашиваю, ну как тебе? Он говорит, честно? Я говорю, да. Он говорит, это пока лучшее, что я читала. Я дала лучший комплимент. Но потом ему понравился Драгунский и все. Муж. Что с ним? Вроде все же хорошо было. Я про своего? Нет, скажи, когда достигаешь определенной популярности, я знаю, что есть такой кризис со второй половиной. Ну кто-то принимает, кто-то не принимает, кто-то начинает комплексовать, там, не знаю, мужчина там впадает в депрессию. Как? Как? Слушайте, ну, мой муж, я его для этого и завела, он, в принципе, всегда меня поддерживает. Слушайте, ну вот он, правда, вот он в любом, ну мне кажется, вот если бы он мне запрещал, если бы он как-то был не рад этому, мы бы как-то вот и не сошлись. Потому что для меня брак это про поддержку. Ну, собственно, я делаю то же самое, да, в любом его начинании, даже если мне внутри кажется, думаю, боже, он сейчас опять впишется, это опять будет какая-то хрень. Но я думаю всегда, не-не-не, надо поддержать, жены, они для этого. Раньше создавали семьи для чего? Выживать было проще, больше копаем с тобой картохи и вот не умрем зимой. Как мне, дяденька один сказал, человек существо парное. Да, да, а сейчас для вдохновения, живите с теми, кто вас вдохновляет. Если с этим человеком вам лучше, чем без него, живите, а если хуже, не живите, потому что сейчас вы вполне, вообще быть свободны и самодостаточны, и, как бы, очень, ну, гораздо больше возможностей. Поэтому с мужем все хорошо, я не ощущаю никакой ревности, я всегда ощущаю поддержку, причем было даже смешно. Я переживала по поводу, я говорю, слушай, я буду уезжать часто, наверное, дети будут переживать. Он говорит, слушай, вообще-то дети остаются с отцом, нам весело, им правда весело, дети прям даже любят, когда я уезжаю, потому что мама это колготки-борщи, а папа это, э-э-э, а можно чипсы? А можно чипсы, понимаешь, вот это все. И когда я только стала уезжать, он, зная о моих переживаниях, он решил показать, что им хорошо без меня. И мне там каждый час приходил какой-нибудь фотоотчет, где им классно, где им весело, где они поели, где они поиграли. И я говорю, не перебарщивай, не надо мне показывать, как здорово, потому что я же приезжала, и дети говорили, а ты скоро опять уедешь. Комплексовать, что ты дома. Да-да-да, я говорю, давай остановимся. А скажи мне, пожалуйста, ты в Инстаграм, прям вот я слежу за тобой ВКонтакте, я понимаю, что я тоже на тебя год назад подсела. Я заразилась, я заразилась тобой год назад. Вот, и стала, и прям была, даже открою, или посмеюсь, или поплачу, прям такие вот хорошие. Не бывает такое, что просто вот прочитала, и как-то всегда вы в памяти, всегда вот эмоции. Спасибо, очень. Эмоции. Скажи мне, а Инстаграм для тебя, это инструмент, или ты сейчас больше в Инстаграме, почему-то я на тебя не подписываю в Инстаграм? Нет, я тащу Инстаграм, Инстаграм мне сложно дается, я текстовик, я люблю тексты, фоточки, вот это мне очень тяжело дается, тем более у нас век такой, раньше, когда все только начиналось, можно было зайти, просто тупо скачать какую-нибудь фотку, переделать к посту, и вроде вот тебе наглядность. Сейчас у нас век, когда весь контент, ну я считаю, это правильно, то есть фотография, это чужая интеллектуальная собственность, я не могу просто скачать, нужно искать в фотобанке, тратить на это отдельное время. Мне пришлось завести, тоже научиться себя как-то фотографировать, потому что проще всего самой создавать контент, там себя сфоткал, вот тебе приложил. Что-то селфи получается делать? Нет, я не умею, я абсолютно катастрофически себе не нравлюсь, причем это не про сам это, я думала, что может это я вот еще с детства, у меня вот эти вот комплексы, что я вот страшная, там что-то, да нет, на самом деле как-то вот я, правда нет, ну просто я не понимаю, я не понимаю этого контента, то есть просто разместить селфи я не смогу, я тогда не понимаю, что я хотела сказать, я выщипала брови, для чего этот контент, он о чем, я не умерла? А вот это, я сегодня приехала в Вологду, какая красивая Вологда. Ну это как бы просто напомнить, у меня есть стольки, у меня есть... А ты сделала, так отстебала. Да, я сделала, спасибо, я сейчас высмеюла, чтобы отстебала меня, я сделала такую стольку, ну точнее не такую я сделала, да нет, между нами все окончено, я просто, будешь выходить, плюнуть тебе в спину, а так все нормально. Я сделала стольку из поезда, что я еду в Вологду, напомнила людям, что я как бы вот еду, вдруг кто-то вот хотел, подумал, о, точно пойду на нее. Но это тоже такой инструмент, я учусь его осваивать, знаешь, вот это тренд, и даже если я, вот я, например, вот сейчас видео в тренде, правда, сейчас тексты потихонечку отходят на второй план, а видосы все смотрят. Я с уважением отношусь к тому, что людям, наверное, ну по каким-то неведомым мне причинам, потому что я тексты люблю больше, чем видос, ну вот им интересно, ну значит я буду стараться этому учиться. Я просто думаю, вот для меня это тоже прям тяжело дается, вот прям тяжело, я думаю, нет, я сейчас сяду, буду учиться, я себе там куплю там какой-нибудь дорогущий телефон, айфон там 11, не знаю как, 12, начну снимать, буду делать крутые прям блоги, я прям не могу, я через себя перешагиваю. Может это, потому что нам не по 20? Может быть, да, мы уже, ты хочешь сказать, что мы старенькие, просто мне тоже 37, и мы как-то примерно, по чем подсолнечное масло там, пятерочки? Ты что же, не знаешь, акция, а, 50, что там в платежке на МФЦ, да? Слушай, ну я думаю, на самом деле консерватизм, он всем нам присущ, и еще вот эта фишка, что, конечно, я никогда не буду круче девочки-блогера, которые знают, какие там настройки нажать в телефоне, чтобы ты была молодая, чтобы ты была накрашена, чтобы ты была мейкапер, а мне это просто, ну неинтересно, ну правда, я, конечно, могу туда пустить энергию, обучиться этому, вот СММ, да, во сколько правильно выкладывать посты, чтобы они набирали правильные охваты. Ты думаешь, что это правда? Я думаю, что сейчас это в тренде, и если это дает результат в плате, то есть это позволяет тебе нарастить большую аудиторию. Ты знаешь, мне кажется, что это вообще просто, вот это просто, ты вот, ты интересна или ты неинтересна? Если ты интересна, ты в 12 ночи выложишь, в 6 утра, в 5, в 3 дня, без разницы. Нет, это все равно, это, конечно, работает, но в том-то и дело, что это разная аудитория, понимаешь, что важно не количество, а качество, важны вот те люди, о которых ты говоришь, те люди, которым ты интересна, и они будут тебя смотреть в 6 утра, в 5 утра, во сколько. СММ, оно сейчас в тренде, потому что оно учит собирать аудиторию, но никто не учит работать с аудиторией. Ну вот я сейчас тебе пригоню большую аудиторию, я могу какие-нибудь гивэвэи, лайк таймы, что-то, что-нибудь такое, делать-то, что с ней будешь. Вот тебе дали эту аудиторию, если ты из себя ничего не представляешь, ты не знаешь, как удерживай. Гивэвэй, да? Гивэвэй. Знаешь, что это такое? Это когда за айфон люди подписываются на тебя, а потом ты не выиграл айфон и отписываются, понимаешь? Я там не в тренде, там все фоточки, фоточки, там все такие, там все правильные фоточки, студийные, они хорошо набирают, но это я признаю, ребят, я могу написать крутейший текст и гордиться им, но если я просто красиво сфоткаюсь, и меня на фотошопе уберут, мне целлюлит, прыщи замажут, вообще колтун Валера спрятан под красивой кокетливой кепочкой, и эта фотка наберет больше, чем мой текст. Вот это правило Инстаграма, я ничего с этим не могу поделать, наверное, поэтому, но все говорят, за Инстаграмом будущее, поэтому, а я пытаюсь быть в тренде, я не горжусь невежеством, если я что-то не понимаю или не умею, я иду и учусь. Я не говорю, ребят, я этого не смотрела, я вот этим не увлекаюсь, а вот это я не умею. Не умею, научись, у нас век многозадачности, надо учиться. Вот, я не знаю, во что это выведут, у меня там, ну, кстати, я не блогер по меркам Инстаграма, у меня там 1025, то есть это прям вообще не про что, ни о чем, потому что там не миллион, понимаешь, но зато каждый из этих... Не Оля Бузова. Да, но зато каждый этот человек, этот человек, который утром сделал чашку кофе, открыл Инсту и зашел ко мне сам, ему интересно, что написала я сегодня, это самое ценное, это колоссальный кредит доверие, это, знаешь, на Яндекс.Зене есть, ты читаешь текст, там показывают процент дочитывания текстов, причем не твоих, или твои там мама, бабушка, кто тебя так любит, и они, знаешь, даже если ты написал ерунду, они дочитают до конца, а просто мимо, вот Яндекс.Зене дают какую-то аудиторию, вот мимо шли люди, и их занесло твой текст. У меня процент дочитывания 94, из 100 незнакомых людей 94 дочитают до конца. Я абсолютно горжусь, потому что я понимаю, что, наверное, какой-то магнит есть. А знаешь какой? Честность. Пиши честно. Это не обязательно будет правильно, не обязательно всем понравиться, но там будет эмоция, ты пишешь про себя, нет других магнитов, ну нет. То есть ты такая в жизни, какая в жизни, такая ты в блогах, такая ты в семье, то есть ты, ну, вот ты такая, какая есть. Да, проблема в том, что, чтобы я не писала, люди читают там не про меня, а про себя. То есть я напишу одно, люди прочитают другое, и в комментарии, когда я читаю комментарии, я думаю, чувак, какой текст ты читал вообще, какой, где ты это взял вообще, такого не было вообще никогда. Ты рассказываешь, я, ну, как бы я веду, веду основного, моя дать сейчас вот так вот получилось, что проработав 10 лет в банке, я стала ведущей. Отличная карьерная работа. С двумя высшими образованиями я вдруг стала ведущей. Я, понимаешь, я долго-долго время шла к этому, и буквально несколько лет я поняла фишку. Я вот какая есть в жизни, я такая на мероприятиях. То есть я выхожу, я не читаю тексты заученные вот эти. То есть это все-таки вот этот тренд. Я считаю, что сейчас это честность. Я абсолютно уверена, что вот сейчас вот это вот пройдет история про, знаешь, я блогер, у тебя сколько подписчиков. Не важно, пусть их 4, но это живые 4 человека, да. Потому что искренность и честность, она сейчас останется. А вот это все на основе искусственная популярность, которая как воздушный шар, она сейчас лопнет, потому что не могут все быть блогерами, миллионниками. Уже эти гивовые лайк таймы, когда, знаешь, ты бездумно лайкаешь 10 моих публикаций, потом я бездумно лайкаю 10 твоих публикаций, потом мы все идем туда и лайкаем его публикации, и тоже желательно 10. Ну вот что это? Что это за профессия такая? Лайкарь. Я сижу и лайкаю. Лайкарь. Лайкарь, да. Лайкарь, лайкарь. А, ну тебе-то виднее, Сэр, да? Ты хочешь быть 90-60-90? Я? Ну, конечно, я хочу быть красивой. Проблема в том, что у меня нет мотивации к похуданию. Мой муж говорит, что я прекрасна, потому что я для этого и завела. Он постоянно говорит, что я молодец. Вот она в чем проблема. Такая же у меня. Слушай, ну, честно, я себе очень нравлюсь. У меня было 2 года в жизни, когда начался тренд на спорт, я подумала, ну, все кругом куда-то бегут, все кругом ходят в фитнесы. Ну, что-то, наверное, надо делать. Я записалась в бассейн и бегала 2 километра каждый вечер. Это просто единственное время, как бы. 2 километра. Я ждала, когда вставят. Вот все кругом говорили, спорт это классно. Я думаю, я, видимо, никак не войду во вкус. Вот я сейчас буду, и я буду делать это каждый день регулярно, и в какой-то момент приход будет, да? Я пойму, классно. Это классно работать, это так и должно. И я бегала, бегала, делала, делала. И вдруг я понимаю, что я, нет, не наступает. Я не понимаю, мне не нравится. У меня спорт зашит, знаете, там утром встал, прошарашил на молочную кухню, там, да, приволок там того-сего. Надо тебе поприседать, давай разбери, отрисуй, разбери, отрисуй. Для меня символ потерянного времени это идти по беговой дорожке, там, не знаю, час и никуда не прийти, понимаешь? Ты шел, шел и никуда не пришел. Ну, это же ужас. Я подумала, что я в плиту спорта в свою жизнь. То есть, вот я, ну, не знаю, вот, например, когда я веду стендапа, я мячусь по сцене. У меня есть шагомер, вот, сейчас его нет, а так вот она есть, и я нахаживаю там, извините, 20 тысяч шагов только во время мероприятия. Ну, просто потому что, вот он тебе, чем не спорт, чем не спорт. Ну, это не беговая дорожка, когда ты шел, шел, не пришел. Я просто купила год назад абонемент, не год назад, зимой. Сходила раза два, наверное, да? И то, потому что заплатила, понимаешь? Нет, ты плохо обо мне думаешь. А, серьезно? Я ни одного роста. Ты не боишься? Ну, есть хорошие люди, а есть нехорошие. Я уже думала об этом, ну, конечно, есть, для меня они так вообще очень, они у меня маньяки, люди, которые меня не любят, и в моем зеркале видят что-то про себя. Я говорю, хейтеры, это люди, которые в вашем зеркале видят что-то очень плохое про себя, но им проще, чем работать с этой проблемой, разбить зеркало. Вот и все. И, конечно, меня это очень часто касается, меня кусают, мне пытаются испортить, мне пытаются испортить гастроли. Например, я сейчас рассказывала последний кейс, когда хейтеры пошли и забронировали все билеты на имя хрен вам. Ну, то есть, как бы все билеты. А люди, которые реально хотели купить билеты, они приходят, ну, все, нет билетов. Типа, нет. И я совершенно случайно узнала, когда люди стали мне писать, говорят, Оль, так хотели вас увидеть, но нет билета. Думаю, ну, как нет билета? Вообще нет билета. Думаю, что ж там, зал на пять человек, что ли? Есть это. И публичность, она обязательно рикошетит негативом. Ну, просто. Это вот как, это как нет ни одного человека, у которого нет хейтеров. Я недавно смотрела фильм про Эйнштейна. Это был документальный фильм про Эйнштейна и все. И просто совершенно случайно палец сорвался, я на экране смотрела, палец сорвался в комментарии. И я вижу там первые пять комментариев. Господи, про этого выскочку еще снимают фильм. Да он все украл. Это вообще не он открыл. Я читаю, думаю, боже мой, даже у Эйнштейна есть хейтеры. Это не думает, что благодаря хейтерам некоторые становятся популярными? Ну, вот развиваются популярными. У меня, например, так работает, потому что хейтеры пишут, что я полная дрянь. Люди читают, заходят на страницу, думают, да, я посмотрю, что за дрянь, как вообще ее носит земля. И остаются. У меня очень много перевербованных, конечно, людей, которые говорят, господи, спасибо, спасибо этим хейтерам. Но, по сути, любой негатив, вот для меня, это как цена, которую я плачу за счастье заниматься любимым делом. Потому что, когда там очередная хейтерская атака, потому что, ну, они же каждый день что-то пикируют, и каждый день я какая-то сволочь с новой стороны, понимаешь? Причем они же еще такие, я сама про себя все пишу. Если я молодец, я пишу, я молодец. Если я не молодец, я пишу, не молодец. Меня даже Шерлоком быть не надо, понимаешь? Вот я сама тебе принесла все патроны, сама тебя вооружила. Это я первое время вообще переживала. Я просто, я все в псориазе, я все нервничаю. Я в экземе, я пью бесконечные эти, ну, скажи, что там, аллокордины успокоительные. Да, я не могу заснуть. Он говорит, давай ты бросишь, давай ты бросишь, сиди тихо. То есть тебя это задевало? Конечно, задевало. Я же живой человек. Мне казалось, как меня можно не любить? Я сейчас тебя догоню и заставлю себя полюбить. Как меня, это же прекрасно. Я же, ну, я историю... Это у всех, это у всех. Ну, как бы, мы социальные существа. Мы хотим нравиться, это нормально. Нам хочется нравиться, мы лайки хотим. Погладь меня. Ну, смотри, какая я красивая. Смотри, тебе селфи, смотри, красивая. И вдруг там, людей задевает даже не то, что там, меня писали там, мне что такое не писали в комментариях. Сгори в аду, это вообще самое мило. А людей иногда задевает, что вообще не лайкают. Это уже оскорбление. То есть я тебе старалась, я тут напомадилась, щеки насвеколила, я тебе сделала селфи. Где мои лайки? Трагедия. Мы живем в такой вот век, правда, где социальный капитал, честно, ценнее денег. Вот ценнее денег, вот отношения, уже каждый человек, это не только кошелек. Как человек, это связи, это отношения, это помощь, это поддержка потенциальная. Ну, или гнилой помидор, тут уж как повезет. Ты, когда идешь на стендап, ну, вот у тебя продается стендап, ты пишешь его? Ну, какие истории ты будешь рассказывать? от и до. Нет, мне очень важно, что я вот на самом деле, вот самого продукта, вот у меня нет такого, знаешь, у меня слайды, и я четко по сценарию поехала, вот нет такого, потому что я захожу в аудиторию, начинаю говорить, и я еще не знаю, какой кейс будет следующий. Понятно, что вот, например, если я говорю про блоги, то я, естественно, это кейсы все связаны с блогерством, ну, неожиданно было бы, да, если бы я про ядерный синтез вдруг погнала. Там, если я про материнство, то я, естественно, все кейсы про материнство, если про личную эффективность, то про меня. Но в целом, никакой, вот знаешь, это есть такой мем, наверное, у вас есть планы, вы его придерживались? Да, наверное, у меня есть планы, я его придерживалась. Но как бы план примерный у меня есть, основные, самые вкусные истории, изюмки, у меня они, конечно, есть. И моя задача их рассказать. Но так вот, чтобы план, вот иногда прям, ты заходишь в аудиторию, и ты видишь, например, что люди зажаты, закрыты, они вот еще сидят, вот так вот ее закрыты. И я трачу какое-то время, просто чтобы их раскрепостить, рассказать, рассмешить. Потому что меня спрашивают, как ты не устаешь? Я говорю, я уставать могу от каблуков, потому что я по 6 часов скачу, как это. Но я от того, что я в этот момент заряжаюсь, как бы, как я могу уставать в момент, когда меня заряжают? Не устаю. Я кайфую от этого. Я поэтому, видишь, я хочу сейчас, вот я набрала себе, у меня, вот это 70-й город, до Нового года должно быть 100. Я очень хочу устать от стендапа, чтобы спокойно я ушла, если у меня получится за беременность, и чтобы я пошла в беременность, прям, знаешь, по принципу все. Ребят, я устала, я не хочу уже, видеть не могу. Пока могу, пока хочу, понимаешь? Я этого очень боюсь, что в беременности я не наскочусь. Может быть, проблема в том, что ты прям полюбила, ты что-то делаешь, ты любишь то, что ты делаешь. Ну, конечно, я кайфую от этого. Я не готова вообще, если меня сейчас там отберут, я прям, ну, я не знаю, что-то должно случиться, но я имею в виду, что я прям каждую минуту своей жизни там, где я хочу быть. Мне это очень важно. Я инвентаризирую свою жизнь и спрашиваю себя, я хочу что-то изменить? Ну, например, там, если в какой-то момент, вот я, кстати, перед летом, я устала, и я это ощутила не в смысле, что я не хотела, а в смысле, что я, я вот уже прям, находясь на стендапе, я думала о доме, я хочу домой. И думаю, это я вот как-то перегрелась, надо мне чуть-чуть отдохнуть. И мы летом классно провели, я кормила солнцем детей, все лето, вообще не выступала, там буквально 2-3 стендапа было, ну, не считается. Вот. И я наскучалась, я так наскучалась, что когда наступила осень, я прям заорала, ребята, пустите меня, я вот хочу. Я сейчас, я на кураже. Это очень важно, когда ты честен сам с собой, ты там, где ты хочешь быть. А если ты не там, то ничего страшного в этом нет. Просто подумай, где же твое там и будь там. Эта рубрика называется «Пожелаешь?» Да. Моя задача пожелать что-то сразу большому количеству людей. Ты это ненавидишь? Нет, я не в коем случае, я имею в виду, что просто, когда, например, я вела мероприятие и те же самые свадьбы, люди выходили и какие-то шаблонные вещи, первое, что приходит на ум? Счастья, здоровья, любые клиенты жизни. Я вот думаю, я сейчас вот это прогоню, люди будут сидеть и думают, господи, и она писатель, То есть фантазия как бы отсутствует, как вид. И я вот думаю, поэтому хочется пожелать что-то необычное. Вот мы сейчас с тобой записываемся и здесь за стеклом прям осень, вот прям дождь, вот прям хрестоматийная осень. Я всем желаю, чтобы была весна, потому что весна это состояние души, и это вообще не про календарь. а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а-а. Приходите ко мне на выступление, это уборка в голове. Вот реально, хотите клининг? Пожалуйста. снял мне кажется нужно продать клининговой компанией